Музыка Сайт «Экономика для школьников». Тема 7. Виды, причины и последствия инфляции. Инфляция – это обесценивание бумажных денег, проявляющиеся в форме роста цен на товары и услуги, не обеспеченные повышением их качества. Причины инфляции – это рост государственных расходов, для финансирования которых государство часто прибегает к денежной миссии, увеличивая денежную массу. Это сокращение реального объема национального производства, которое при стабильном уровне денежной массы приводит к тому, что меньшему объему товаров и услуг соответствует прежнее количество денег. Это монополия профсоюзов, которая ограничивает возможности рыночного механизма определять приемлемый для экономики уровень заработной платы. И монополия крупных фирм на определение цены и собственных издержек производства, особенно в сырьевых отраслях. Типы инфляции Инфляция может быть инфляцией спроса и инфляцией предложения. Инфляция спроса возникает при полной занятости, когда растет объем заработной платы. Появляется избыточный совокупный спрос, который толкает цены вверх. Инфляция предложения возникает в результате сокращения совокупного предложения из-за увеличения издержек производства, что вызывает рост цен на товары и услуги. Виды инфляции Инфляция может подразделяться по характеру протекания, может быть открытой и скрытой. В зависимости от темпа роста цен, инфляция может быть умеренной, глопирующей и гиперинфляцией. По степени расхождения роста цен по различным товарным группам, инфляция может быть забалансированная и несбалансированная. По степени прогнозируемости роста цен, инфляция может быть прогнозируемая и непрогнозируемая. Последствия инфляции Могут быть положительными и отрицательными Положительные последствия инфляции Способствовав повышению цен и прибыли, умеренная инфляция выступает как фактор стимулирования деловой активности, экономического роста, ускорения процесса инвестирования Уменьшается внутренний государственный долг Растут налоговые доходы государства При падении курса национальной валюты может удешевляться экспорт, что позволяет расширить зарубежные рынки сбыта продукции Одновременно растет стоимость импорта, уменьшая конкурентоспособность иностранных товаров Отрицательные последствия инфляции Для сферы производства Это снижение занятости, расстройство всей системы регулирования экономики Обесценение всего фонда накопления Обесценение кредитов Стимулирование с помощью высоких процентных ставок не производства, а спекуляции При распределении доходов Перераспределение доходов за счет увеличения доходов тех, кто выплачивает задолженности по фиксированным процентам И снижение доходов их кредиторов Отрицательные воздействия на население с фиксированными доходами, которые обесцениваются Обесценение доходов всего населения, что приводит к сокращению текущего потребления Определение реального дохода уже не по количеству денег, которые человек получает в качестве дохода А по количеству товаров и услуг, которые он может купить Снижение покупательной способности денежной единицы Для экономических отношений Владельцы предприятия не знают, какую цену ставить на свою продукцию Потребители не знают, какая цена является оправданной И какую продукцию выгоднее покупать в первую очередь Поставщики сырья предпочитают получать реальные товары, а не быстро обесценивающиеся деньги Начинает процветать бартер Кредиторы избегают давать в долг Для денежной массы Деньги теряют свою ценность И перестают выполнять функции, меры стоимости и средства обращения Что ведет к финансовому краху Для социальной стабильности в обществе Это снижение расходов государственного бюджета Направляемых на реализацию социальных программ Возникновение социальной напряженности в обществе Важно помнить, что негативные экономические и социальные последствия инфляции Вынуждают правительство проводить антиинфляционную экономическую политику Антиинфляционная политика Это комплекс мероприятий, экономических и административных механизмов Которые помогают бороться с инфляцией Виды антиинфляционной политики Адаптационные меры То есть приспособление к инфляции Индексация доходов, контроль за уровнем цен И ликвидационные меры Активное снижение инфляции посредством экономического спада И роста безработицы Если указанные меры не помогают То тогда государство будет вынуждено проводить денежную реформу На этом наш урок окончен Спасибо за внимание Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!